друзья привет сегодня с вами говорим о приступах тревоги приступов панических атак вообще вы на моем youtube канале меня зовут алена по образованию я медицинский психолог работала около 10 лет в этом направлении потом начала совмещать внутри циологии скажу про простые вещи чтобы многие кто ищет информацию были достаточно серьезно серьезно разоблачены на то что они обречены на какую-то погибель я скажу так панические атаки бывают очень многих людей и причин а бывает очень очень много и из разряда причины первопричины часто в биофизике биохимии да и многие придумывают то что им нужно там как-то очиститься от всего 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 панические атаки бывают разные и они связаны как сердечно-сосудистой системой нервной системой эндокринной системой грубо говоря даже патологиями желудочно-кишечного тракта многие об этом честно говоря не говорят другой момент панические атаки бывают у людей которые имеют плохую реакцию на стресс и имеют плохую толерантность к стрессовым моментам но во многих случаях это все зависит от нутриативного статуса моего клиента от физической активности от сна от работы щитовидки и вообще половых органов потому что это взаимосвязано многие об этом не говорят плюс очень сильно эта история заходит у людей у которых есть системная интоксикация интоксикация бывает по разным причинам химия бытовая бывает химия продуктовая достаточно долго длительная бывает не справляется печки очень печень почки и тоже об этом многие не говорят говорят просто ну вот просто просто у вас вот это вам нужно вам нужно просто медитировать ну вот если про причины то причина очень много стрессовые реакции также вызывают в некоторых людей особенно чувствительных высокочувствительных любые стрессовые события могут вызвать паническую атаку плюс скажу так люди у которых пониженный микро нутриативный статус то есть из разряда человек у которого достаточно белков у которого нормальный электролитный статус у которого нет проблем вообще там глобальных с дефицитарными состояниями если у него случается стресс он быстрее из него выходит если человек грубо говоря условно голый да по этим микроэлементам попадает стресс мало того что он стрессе теряет очень много электролитов не теряет кучу кучу минералов потому что стресс собой это забирает плюс он достаточно долго от этого из этого выходит еще один момент панические атаки бывают на нарушение жирового белкового углеводного обмена почему это говорю потому что это тоже не знают почему-то многие например у человека дислипидемия до связано с липидами и у него начинаются такие истории как системные такие вопросики и он их решает через какую-то бабку гадалку тетушку которая ему там отмаливает что-то зафига зафига козе баян если можно просто решить этот вопрос через эндокринолога нутрициолог следующее панические атаки бывают также на плохой сердечно-сосудистой системе что это значит ты человек настолько засиделся настолько привык просто там что-то смотреть слушайте делать пальцами что его сосуды уже плохо качают грубо говоря кровоток крово в кровоток вообще достаточно сложно в общем сложно вам объясняю но понятно так делая ноги работает голова другой момент панические атаки бывают на тех мыслях ситуациях действиях это уже прямая психология которые вы которых вы боитесь создаете от которых вы убегаете то есть например человеку нужно уволиться или переехать и вот эта ситуация она возникает и тут уж не про микроэлементы говорить о говорить только со своим личным психотерапевтом надеюсь он у вас есть о том как вы как вы вообще будете с этим справляться следующий момент про панические атаки очень часто возникают у людей с какими-то еще с дополнительными заболеваниями например сердечное суде сказала бывают заболевания позвоночника шейные протрузии да вообще позвоночник плюс сейчас скажу у меня была клиентка панические атаки а у нее паразитоз или амблиоз представляете никто 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 так долго в общем такая интересная история вышла что поработав странный опять этот вопрос кислотностью желчным и с другими вещами как куда-то панические атаки делись вот я бы раньше в жизни не подумала когда работала в кабинете просто разбирая психологические случаи следующая про панические атаки могу сказать четко что здесь они еще бывают на том что человек в принципе очень чувствительный это такая история когда одни знаете ну что-то случилось махнул рукой пошел дальше другой человек зациклился застрял и это особенность личности которая таким образом воспринимает ситуацию сразу скажу что панические атаки можно исправлять путем терапии и коррекции если нужно микро нутриативное сопровождение сразу вам скажу что это та история которую максимально вы не должны бояться еще один момент панические атаки бывают отражением другого серьезного заболевания так как бы мозг реагирует на то что с телом что-то идет уже давно не так и конечно вот эти вещи нужно тоже просматривать и решать многие плюс не знают свою генетику например вам просто пример привожу девушка с нарушением фалатного цикла с нарушением усвоения витамина д с там системным частым в общем с частой историей гипер гипер гамма цистенурии в общем гамма цистен повышен приходит к психотерапевту с паническими атаками а то и начинает давай отпустим твою маму давай отпустим твоего папу никто не смотрел на то на что она ест что она пьет какие антиоксиданты она там принимает там не витамина c не куркумина не корника не зима ничего в общем и что хочется сказать и хочется сказать что вот такие вещи они достаточно странненько могут проходить проходить если человек которому вы обращаетесь не понимает многих вещей и вот еще один момент панические атаки конечно бывает еще у людей при инсулин резистентности и диабете при сильной глик гипогликемии вот эта вся история им достаточно серьезно проявляется если вам интересны мои видеоролики пишите вопросы я отвечу и дам обратную связь пока пока